В Барнауле, как и в большинстве регионов России, открыли год театра. В театрализованной форме зрителям представили основные этапы появления профессионального театра в стране и на Алтае. В ярком представлении задействовали артистов и ведущих алтайских сцен. Будет ли год театра таким же насыщенным, как его открытие, говорим сегодня с министром культуры Алтайского края Еленой Безруковой. Елена Евгеньевна, здравствуйте. Позвольте вас с началом поздравить. Скажите, пожалуйста, на вкус многих театралов Барнаул не театральная столица. Это не Новосибирск, не какие-то другие сибирские города. Как мы будем соответствовать? Будем ли мы повышать эту планку? Во-первых, это условное понятие. Мы понимаем, что есть города, в которых театров очень много, гораздо больше. В нашем городе представлены все театры по жанрам. Этих направлений четыре. И я считаю, что палитру театрального разнообразия мы тем самым закрываем. Что же касается тех спектаклей, которые смотрит зритель, их вкусов, оценки уровня, то согласитесь, это вопрос дискуссионный. И я считаю, что наши театры в хорошем направлении развиваются. И те люди, которые ценят театральное искусство, у них есть и любимые спектакли, и любимые актеры, и любимые театры. Безусловно. Если коротко пробежаться по афише года, если так можно сказать, что основное вы бы отметили в Новом году? Во-первых, я хотела бы сказать, что у нас появятся, помимо имеющихся, два новых фестиваля в следующем году. Один из них — это фестиваль театров «Кукол». Мы видим его всероссийским и планируем, что он будет регулярным раз в два года проходить на Алтае. Второй — он спланирован одновременно под год театра и под год 90-летия Василия Макаровича Шукшина. Он пройдет на базе нашего драматического театра в сентябре 2019 года. И это будет фестиваль спектаклей по произведению Шукшина. Приедет вновь театр «Наций», приедут пять других театров. Кроме того, наш драматический театр планирует премьеру по творчеству этого автора. Я думаю, что нам будет интересно. Гостей столичных каких ждем? Ведь все-таки звезды не так часто, к сожалению, к нам приезжают, как можно встретить и в центральной части России. Кто? Ну, помимо театра «Наций», к нам приедет театр у Никитских ворот, к нам приедут театры с Комсомольска-на-Амуре, из Омска, из Луганска, из Твери. Поэтому география театров, которые поучаствуют, она будет очень интересна. Этим не ограничится повестка и география гастроли в наш регион, потому что несколько наших театров участвуют уже в известном всем нам проекте «Большие гастроли с обменными гастролями». И в таком проекте и в 2018 году принимали участие, и в 2019 продолжится. Мы еще расскажем о том, какие театры приедут к нам и куда, в какие субъекты нашей Родины поедут наши театры. Елена Евгеньевна, все-таки не только театральные постановки в новом году ожидаются, но и долгожданные ремонты. И в Рубцовске, и в Барнауле наконец-то планируется открыть театр «Сказка». Расскажите, пожалуйста, когда, на какие средства и действительно ли удастся наконец-то войти в новое здание театра? Действительно, два наших театра обретут или новый, или обновленный дом. Театр «Кукол «Сказка»» проект реализуется на средства краевого бюджета. Срок завершения контракта по строительству этого здания лета следующего года. Успевают? И поэтому мы планируем начать сезон и далее провести фестиваль в ноябре следующего года уже в новом доме. Сейчас ведутся строительные работы, приобретается оборудование, и в следующем году они будут продолжены и завершены. Ну и, конечно, Рубцовский драматический театр уже два года, 17-18, находится в приспособленном помещении, потому что в его доме идут масштабные работы. Практически это будет обновленное здание, потому что очень много лет, как говорится, туда не ступало на гастроителя, и оно было достаточно запущенным. Кроме того, он имеет статус объекта культурного наследия, и это вносит свои дополнительные требования. На какие средства будет Рубцовский ремонтироваться? Муниципальные объекты реализуются преимущественно на средства краевого бюджета с долей муниципального софинансирования. Елена Венин, скажите, пожалуйста, в Новый год какие премьеры нас ждут, и будет ли кто-то из столичных гостей, например? В Новый год наша задача, это, конечно, сделать свои сказки и порадовать всех наших маленьких и не очень маленьких зрителей новыми премьерами. Так, например, в Краевом драматическом театре, на базе которого проходит в том числе и губернаторская елка, то есть централизованно привозят школьников, выпускаем сказку «12 месяцев». Музыкальный театр порадует нас новой сказкой «Аладдин». Тоже интересно, потому что очень красочно всегда в музыкальном проходит. Некоторые любят музыкальный именно за то, что это весело, ярко, громко. Наш театр не только для самых маленьких. Сказка, как вы знаете, работает не только на основной сцене, но у них есть вторая сцена, которая называется «Театр на подушках». Так вот, и на той, и на другой площадке у нас будут сказки интересные. Можно под возраст ребятишек и двухлетних, и десятилетних приводить. Ну и, конечно, наш молодежный театр тоже делает очень интересную работу. «Кролик Эдвард» довольно знаменитая вещь. Естественно, предварять каждый спектакль будет интермедиа у новогодней елки, которая будет в фойе. Кроме того, нам очень приятно сказать о том, что в этом году на некоторых представлениях у нас будет возможность подарить деткам по результатам конкурсов, игр, новогодние подарки. Спасибо вам огромное за время, которое вы предоставили и с открытием Года театра. И вас тоже. Это была программа «Наше время». Посещайте театры, что можно сказать. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова